Анна Рыбалова, мы сегодня проводим экологический десант, выезд в Рязань и забираем как раз пробы для того, чтобы провести экспертизу в лаборатории. А что это за лаборатория? В Рязани вот много снимают Росприроднадзор, Роспотребнадзор и что-то никаких вот нарушений не находят. А у вас что за лаборатория? Мы вообще представляем экологический десант Экосигл, это партия за правду. И мы делаем, вначале у нас был совместно с организацией Дышим Чистым, был сделан Экомонитор 60А, согласно этому сайту. Мы сделали полностью анализ все точек, которые проводились, где люди больше всего жаловались на то, что там, где больше всего у нас точек по жалобам. И, соответственно, исходя из этого, исходя от того, где основные загрязнители, мы составили точки. Теперь мы с нашим лабораторием, который аккредитован и имеет сертификацию, выехали на местность, чтобы взять уже пробу. Это аналитический центр МГУ, который как раз проводит исследование, как раз выезд в города на основные загрязнения воздуха. У нас снимают, берут и пробы воздуха, почвы, воды, но почему-то ничего не находят. Многие, начиная с жителей, окончая наиболее принципиальными журналистами, считают все дело в том, что эти лаборатории зависимы от государства, от каких-то коммерческих структур. У вас в лаборатории же ни от чего не зависит, правильно? Нет, совершенно ни от чего не зависит. Мы сделаем открытые исследования, никому не принадлежим, у нас все хорошо. Почему обычно могут не находить какие-либо воздухи? Во-первых, выбросы могут быть ритмичны во время работы завода, то есть, когда они делают выбросы, а когда происходит потом отбор, уже ничего не находят. Либо, в данном случае, они могут ничего не находить, но данные вещества могут находиться в воздухе, просто их концентрация ниже предела обнаружения данных приборов. То есть, я так понимаю, что у вас приборы высокоточные используются? Да, высокоточные, хроматографы в основном газовые используются, которые все очень хорошо улавливают. А что в качестве сорбента используются? Да, я тебе просто замок надо. Рассказывай. Очень интересно, супер. Растошнем. В большинстве случаев в качестве сорбента у нас используется витроксид натрия, либо витрокарбонат натрия. Подключаем сорбенты, которые будут всасывать через себя воздух. Данные вещества, которые улавливают данный сорбент, будут оседать в нем. После чего эта жидкость будет отправлена в лабораторию для дальнейших исследований. В потёр находится сорбент поглощающий. Первый у нас будет поглощать диоксиды серы и диоксид азота, после чего прогоняется дальше воздух через перманганат калия, где окисляется уже до оксида азота-2 и оксида серы-2. Посмотрите, мы будем примерно отбирать пробы. Метод отбора будет методом конверта. Мы рисуем примерно в конверт 10 на 10 метров. По возможности отбираем в четырёх точках, то есть по краям, скажем так, беугольника и квадрата. И в центре пару точек. Потом мы их вместе смешиваем. После этого отделяем часть проб, потому что нам нужно не больше килограмма на анализ. Методом квартования, скажем так. Когда вся почва смешивается.